Всем большой привет! Сегодня четверг, 18 июля. С вами видеоканал Gaming Online, и у нас для вас готов очередной выпуск игровых новостей. К вопросу о настройке сложности для Cyberpunk. Она, конечно же, будет, но самым интересным, по мнению Элвина Лю, одного из создателей игры, будет так называемый хардкорный режим, который полностью поменяет геймплейные ощущения, и сделает игровой опыт максимально острым. Достигается подобное за счёт полного сокрытия всех элементов интерфейса. Никаких вам индикаторов здоровья и боезапаса, никаких прицелов на экране, никаких маркеров о направлении атаки и прочего. Звучит серьёзно, но, самое главное, одним этим хардкорный режим не обойдётся, о чём мистер Лю также намекнул. Чем он порадует ещё? Может быть, отсутствием возможности сохраняться чаще, чем, например, раз в час, а то и вовсе удалением этих самых сохранений после определённого числа смертей. Фантазировать на этот счёт можно долго, но мы вместо этого заметим, что тот же Ведьмак 3 на максимальной сложности был не так тяжёл, как хотелось бы многим, если, конечно, не лезть в битву с боссом, превосходящим героя на десяток уровней. Тогда начиналось действительно что-то очень похожее на Dark Souls. Станет ли хардкорный киберпанк самым сложным шутером современности, это нам ещё предстоит узнать. Игровая пресса хором взорвала сообщением о новом графическом моде для третьего Ведьмака, который, где поднимет внешний вид игры до небес за счёт новых высококачественных текстур всевозможных поверхностей. Так вот, если вы также заинтересовались перспективой сделать картинку данного экшена красивее, соблазнившись заманчивым трейлером, то мы попробуем предостеречь вас от этого. Дело не в том, что моды, доведённые, кстати, до версии H10.0 нагружают железо компьютера, а в том, что он, несмотря на впечатляющую цифру, всё ещё представляет собой крайне сырое произведение, преисполненное багов и рискующее полностью сломать весь ваш игровой прогресс. На официальной странице в Nexus Mod граждане выкладывают картинки с чудовищными глюками, начиная со сломанных текстур и заканчивая стенами, сквозь которые можно проходить. Кто-то рассказал о голубом экране смерти, кто-то о том, что игра просто не загрузилась. Многие жаловались на очень долгую загрузку диалогов и некорректную работу некоторых спецэффектов, типа размытия. Но самое главное, вы рискуете начисто испортить свои сохранения, которые после могут не запуститься даже на чистой версии игры. Помните игру под названием Project White о загадочных тварях, порождённых первобытным хаосом и загнанных в пещеры людьми, приручившим огонь и научившихся ковать железо? Эта игра, как выяснилось, о древнем создании то ли орке, то ли тролле, которое теперь называется Darkborn, может запросто никогда не выйти. Дело в том, что шведская студия Outsiders, как сообщают с мест, потеряла издателя в лице Private Division, одному из подразделений могучей Take-Two. Стороны что-то не поделили, и теперь разработчики рассказали о том, что ищут новых инвесторов. Похоже, всё очень плохо, поскольку Outsiders даже решила переименоваться. Судя по всему, теперь она называется Monstery Games, её сайт не работает, а учётные записи в социальных сетях, видимо, ждёт некоторый ребрендинг. Вот так и бывает, когда талантливые игроделы оказываются бесталантными хозяйственниками, а страдает от этого в первую очередь игровая индустрия и простые геймеры, которым, очень может быть так, никогда и не удастся сыграть в этот многообещающий экшен, который и дальше красивого трейлера, скриншотов и раннего-прираннего геймплея не пошёл. Для поклонников вселенной Warhammer 40000 подъехала интересная новость. Её превратят в сериал с говорящим названием Eisenhorn. Заниматься производством будет компания Big Light Productions, известная по таким проектам, как Medici, Человек в Высоком замке, Выкупу и другим сериалам. Что до военного молота, то главным героем будет инквизитор Грегор Айзенхорд, который, цитата, «с группой последователей борется, чтобы помешать чудовищным планам инопланетян, еретиков и демонов, прежде чем человечество погибнет». Главным продюсером всего творения назначен Фрэнк Спотниц, которого должны знать поклонники секретных материалов, которым он также приложил руку. Как заверяет обладатель франшизы компания Games Workshop, это будет сериал для ТВ, который получил следующее напутствие. Будет ли это творение навсегда утрачено в водовороте хаоса или превратиться в триумфальный мир телевизионной продукции? Это покажет время. Ни даты премьеры, ни даже сроков анонса никто не назвал. Но, несмотря на то, что технически Айзенхорм не является игровой частью вселенной, всё равно этот сериал поклонникам Вархаммер следует поставить на карандаш. Nintendo Switch предъявила сразу два новостных повода. Для начала оказалось, что консоль получит новую, более мощную батарею. Она поставляется не отдельно, а внутри новой версии консолей, которой нет ни Nintendo Switch Lite. Если последняя сможет вытянуть ту же Legend of Zelda от 3-х до 7-ми часов, а простая Switch протянет на полчаса меньше, то новая версия с усиленным аккумулятором прослужит от 4.5 часов до 9-ти. Насколько конкретно увеличилась ёмкость батареи, доподлинно неизвестно, но пока что эта версия консолей доступна только в Японии. Теперь новость номер два. Switch получает новые Joy-коны, фирменные контроллеры для тех, у кого сломались оригинальные, или кому их просто оказалось недостаточно. Доступные цветовые варианты – синий, жёлтый и сиренево-оранжевый – как выяснилось, имеют массовый изъян под названием дрейфующий эффект, когда контроллер находится в состоянии покоя, хотя приставка думает, что это не так. Ну и да, для американских покупателей Nintendo изменила правила отправки оборудования в сервисный центр. Ранее бесплатная услуга теперь стоит около 4-х долларов, что вызвало бурю негодования у тех, кому достались бракованные изделия. Mark Twain на очередную новость в газете о своей кончине, как-то сказал, что слухи о моей смерти немного преувеличены. Аналогичное, можно сказать и о ПК, который, как игровую платформу, хоронят – хоронят, а она не только остаётся живее всех живых, но иногда бьёт весьма занятные рекорды. Вот и сейчас внезапно выяснилось, что для одного из главных мастодонтов индустрии – Ubisoft – данная платформа стала самой прибыльной. Это стало известно из финансового отчёта компании за первый квартал текущего финансового года, т.е. за период с начала апреля по конец июня. И что же мы видим? Мы видим, что ранее самая успешная PlayStation 4 сместилась на вторую позицию, уступив лидерство по прибыльности персональному компьютеру – 34% против 31%. Далее, с сильным отставанием, идёт Xbox One – 18%. Следом идут мобильные платформы, принёсшие 7% прибыли, и Nintendo Switch, на чьём счету имеется 5% от общей кассы. Чем же это обусловлено? Возможно, скидками в Steam и Uplay, а также тем, что новые консоли сейчас покупают хуже, экономия деньги для консолей будущих, ждать которых осталось не так долго. Помните историю старинной игры Extra Terrestrials для Atari 2600? Её ещё называют «Игрой с мусорной свалки», поскольку слава к ней пришла после того, как в 1984 году, спустя год после релиза, несколько тысяч картриджей с ОНО решили утилизировать, закопав на одной из американских свалок, чтобы в 2013 году откопать и сделать из этого события мирового масштаба, однако не все копии постигла эта участь. Как выяснилось, картриджи Extra Terrestrials печатались разными издателями, и в 1983 году канадская компания Skill Screen Games выпустила ограниченный тираж в 100 копий. Игру не покупали, и продавцы ходили по домам, предлагая ОНО и потенциальным геймерам. И вот один из тех, кто купил её в своё время, выставил картридж на продажу, установив ценник в 90 тысяч долларов, что эквивалент на сумме в 5 миллионов 670 тысяч рублей. Пока что лот никто не выкупил, но, видимо, это вопрос времени, ибо не так давно на том же eBay за 42 тысячи был продан картридж с невыпущенной игрой под названием Stadium Events, а за 100 тысяч была продана редкая нераспечатанная копия Super Mario Bros. Таким вот недешёвым может оказаться хобби по коллекционированию видеоигр. То, что Electronic Arts является главным ежегодным кандидатом на звание худшей игровой компании мира, умудряясь в то же время неплохо зарабатывать. Мы все знаем давно. Однако теперь у электронщиков открывается новая страница биографии, поскольку их начали подозревать в пособничестве тёмным силам. О том, что Electronic Arts возможно состоит на службе сил зла, написало издание Cheat Codes & Draw. Автор статьи сетует на то, что начальство компании привыкло выжимать из игры всё до последней копейки, что она развалила многие студии и игровые франшизы, и, наконец, что для своих сотрудников предоставляет тяжёлые условия работы. А ещё автор припомнил последнее интервью Мэтта Билби, продюсера Electronic Arts, высмеившего репутацию кучки плохих парней. Заявил, что тамошные директора делают всё, чтобы получить прибыль в краткосрочной перспективе, не задумываясь о будущем, потому что для них главные биржевые котировки и стоимость акций сейчас. Там не привыкли инвестировать в скромные проекты, находить таланты и развивать своих руководителей. К персоналу там относятся очень просто. Если ты не способен дать прибыль прямо сейчас, тебя увольняют. В общем, всё очень плохо, и ничего иного, кроме подозрения в работе на злые силы, автор статьи не может подумать об Electronic Arts. Ну, а теперь Блиц Новости. Состоялся анонс игры под названием Dirty Job Simulator, являющийся чем-то типа симулятора-осенизатора, причём не простого, а готового ради борьбы с известной субстанцией нырять в недра канализации, вычищать сараи, в которых содержатся животные, убирать за собаками во дворе и вообще браться за любую дурнопахнущую работу. Всё это с риском для жизни, с возможностью заболеть или просто ввергнуть себя в убыток. Игра обещает выйти в Steam в ближайшее время. Electronic Arts внезапно объявила о выпуске «Зомби против растений 3» в статусе ранней альфа-версии, которая уже доступна, но, правда, пока что только на Android. Поиграть в неё удастся не всем. Кнопка загрузки периодически оказывается неактивной, а сама игра не запустится на Android версии ниже, чем 6.0. Так, во всяком случае, написано на её странице в Google Play. О планах по выпуску на ПК пока что никто ничего не сообщил. Ну и создатели второй руны пустились во все тяжкие, дав разрешение на публикацию полноценного геймплея игры с изучением мира и демонстрацией механик, что и было выложено в сеть изданием Giant Bomb, и впоследствии закритиковано зрителями. Игра продолжает удручать крайне грубой анимацией, простенькой графикой в целом, достойной мобильных устройств, и некоторыми спорными механиками. В частности, был замечен таймер обратного отсчёта, включающийся в ходе одного из сражений. Победить врага за определённое время – не самый популярный ход в жанре ролевых экшенов. В общем, игру стоит брать только в случае лютого фанатства по поводу древнескандинавских мифов, либо той же первой руны, вышедшей в 2000-ом году. Это были все самые актуальные, интересные и не очень игровые новости на текущий момент. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.